Доброе утро! Доброе утро! Действительно, удивительная история произошла со мной, я никогда не планировал, ну, по крайней мере, в ближайшее время, что я попаду в Соединенные Штаты Америки и узнаю, как там живут простые американцы, чем они занимаются, чем дышат, о чем думают. Вот на моей футболке написано само название Open World, это есть такая программа, которая реализуется посольством США в Астане, в Казахстане. Она уже в Казахстане реализуется 2009 года, и каждый год в рамках этой программы казахстанцы выезжают в США по обмену опыту. Ну, не простые же казахстанцы. Разные программы, да, и программы, в которые мы ездили, это предпринимательство в моногородах. В Рудном вы занимаетесь тоже предпринимательством? Да, естественно. А что у вас за бизнес, если не секрет? Ну, ивент у нас агентство, и у нас есть еще строительство завода по активированному углю, мы как раз ищем инвесторов. Интересный проект, который разработан нашими казахстанскими учеными, и вот мы как раз в этом еще направление… Активированный уголь, то, что вот черные таблеточки? Да, ну, возможно, вы видите их, воспринимаете, как черные таблеточки. На самом деле, активированный уголь используется в 8 направлениях промышленности. Это очистка воды от нефти и воздуха и прочее. Я даже знаю, что некоторые люди тоже применяют для очистки у себя дома на кухне, когда ставят самогонные аппараты. Ну, и что касается самого проекта Open World. Как это вообще происходило? В июле месяце мне позвонила руководитель клуба молодых предпринимателей «Жаст и Пкен» Зарина. Она, кстати, тоже не тогда была у нас в гостях. Да, ну вот ей привет. Зарина, привет. Молодая, талантливая, красивая девушка. Рад, что она не забыла про меня. Я позвонила и сказала, Макс, хочешь поехать в Америку? А ты же недавно женился, у тебя ребенок родился, жена красавица. Да, у меня куча различных вопросов, проблем. Даже про Америку не думал. Я говорю, да, конечно, хочу, но только у меня возможности нет. Возможность вот есть, подай заявку, и идет конкурс. Лучший, ну, кто отберется, тот поедет. Я говорю, ну, хорошо, там, скидывай в течение нескольких дней, я посмотрю это. Да нет, заявку надо было еще вчера отправить. Только, пожалуйста, быстрее. Я говорю, вечером я прихожу, сажусь, открываю эту заявку. Написал Фролов Максим Викторович, пол, год рождения. И там пошли такие вопросы. И надоело, да? Да, и мне надоело, короче, я устал. Я уже думаю, надо спать, завтра куча делов. Вот. Благо, что меня поддержала моя супруга, жена, которая сказала, ну, давай я сяду, буду писать, а ты мне диктуй. И вот мы с ней кооперацией три часа заполняли заявку. Три часа? Три часа. Сколько там листов там было? Большое количество вопросов, на которые нужно ответить. Ну, и все эти вопросы позволяли руководителям этой программы, как можно точно понять, благоприятно ли повлияет на меня эта программа, и нужна ли она мне. Вот. Ну, в этом заключалось смысл. Ну, всю правду отвечал или где-то соврал? Да, конечно. Все правду, ничего кроме правды. Вот. Конституция. Ну, и дело в том, что когда я заполнял заявку, там было, какие ваши интересы. Я долго думал, какие интересы. И времени изучить штат, в который мы поедем, мы были в штате Висконсин, не было. И я писал, что мне интересно органическое земледелие, производство экологически чистых продуктов. Без ГМО, да? Работа малых ферм, семейных ферм. Вот. Ну, я так подумал, что мне было бы интересно увидеть. И оказывается, ну, может быть, повезло, что заявку мою подтвердили, что этот штат Висконсин, он является фермирским штатом. И все, что я писал в той заявке, прям легло идеально в программу. В точку потом. Да. То есть программа была прям вся настроена на меня. То есть это семидневная программа была, вот. Ну, просто я тоже смотрел в социальных сетях, смотрю, Максим, как бы, рудный, рудный. Америка. Как так? Как так случилось? Да. Да. И даже вот эта поездка в Америку замотивировала меня страницу в Инстаграме открыть. Но не об этом. Давайте поговорим. Это чтобы жена следила, да? Где все-таки муж ее находится? Да. Что делать? Вот. Сама программа, конечно, очень интересна, насыщена. Конечно, она заключалась еще в том, что мы были два дня в городе Вашингтон. Была у нас такая официальная встреча с представителями Конгресса США. Потому что нам профессора рассказывали вообще, как живут американцы, чем и о чем они думают, какие у них успехи и какие у них есть проблемы. Да. Мы, может быть, за океаном здесь видим только картинку по фильмам. А действительно, в самом Америке есть такие же проблемные вопросы, которые они решают. которые радуют, что их не скрывают. Они открыто об этом говорят и делятся с ними, и думают, как это решить. Но, опять же, возвращаясь к теме биполярного мира, да? То есть, есть одна супердержава, теперь вторая начинает развиваться, опять подниматься. И начинается уже и США, и Российская Федерация, и Запад, и Восток. Как это ощущается? То, что вы приехали из Казахстана, получается? Ну, вообще, эта программа работает не только в Казахстане, она работает в Азербайджане и в России. И как раз на Вашингтоне у нас был вот этот семинар, круглый стол, вот эта встреча. Как раз были все представители России, 30 человек было, 10 человек было из Азербайджана. А из Казахстана сколько поехало? Тоже 10 человек, просто по двум программам. Предпринимательство в моногородах и Мейкерспейс. Это ребята ездили, которые занимаются робототехникой у нас в Казахстане. Они просто ездили в другой штат, они ездили в штат Колорадо, где им как раз показывали наработки, успешные проекты в робототехнике. Что они могут себе перейти. Но вот вы побывали в Вашингтоне, поговорили с сенаторами, увидели Белый дом и до что попали? Нет, попасть в Белый дом не получилось. Барак Обама не помахал в ручку? Дополнительно нужно было согласовывать с нашим казахстанским посольством, чтобы съездить. Вот в эту знаменитую вальную комнату-то? Нет. Не было? Не было, к сожалению, очень был плотный график, и в вальную комнату нам сразу попасть не удалось. Хорошо, Максим, ну вот вы попали в Соединенные Штаты Америки, а дорога была длинная, вы добрались до Астаны, это был самолет и прямой сразу. Со Астаны мы полетели в Амстердам, и с Амстердама летели Вашингтон. Я уже никуда не улетел, наверное. В Вашингтоне была экскурсия по Капитолию, по монументу Вашингтона, экскурсия по ближайшим Белому дому. Для многих это мечта, просто оказаться в Америке, свободой пахнет. Свободой, да, там действительно пахнет свободой, очень своеобразно мир устроен. Мне поначалу показалось, что это вообще другой мир, другая аура, другие какие-то люди, сама архитектура другая. Действительно, что касается архитектуры, Вашингтон меня поразил, что там очень эпичные здания, там очень много различных эпичных зданий в стиле греческом, реносансе, может быть итальянском реносансе. Ничего себе! Все здания такие в колоннах, очень грандиозные, такие эпичные, большие. Это как бы поразило. Такое количество зданий я больше не видел, ни в каком городе таких эпичных. Ну вот, что касается именно Вашей темы, то, что выращивание продуктов без ГМО, сельхозфермерство, предприятия. Очень интересная программа. Давайте я расскажу об этом подробнее. После Вашингтона мы перелетали в штат Висконсин, который как раз является молочной фермой, вообще фермой Америки. Вообще американцы отличаются, которые проживают в Вашингтоне. Это такая политизированная город, там очень много различных национальностей, посольств, и там большая политика. А уже мы, когда прилетели в штат Висконсин, там уже простая американская жизнь, там простые американцы. Которым все равно, что там политика, не политика. Да, это они, конечно, мало интересует. И мы как раз в одной из уникальных черт этой программы, то, что мы проживали в семьях. То есть мы познавали бизнес, узнавали, как они ведут бизнес, какие у них истории, как они это все производят. Но там по большей части семейный бизнес. Да, семейный. И изучали, как жили в семьях, то есть учили жить в семье, как коммуникациям семьи. Это тоже очень интересно, потому что языковой барьер очень как бы… Но английский Вы хорошо знаете, Максим? Нет, с английским My English is very bad. И я об этом очень… Часто говорил? …много жалел, что, к сожалению, не провел должной сноровки и, там, внимания изучению английского языка. Но как раз эта поездка как раз меня побудила изучение английского языка, потому что это позволяет раскрыть более широкие возможности по общению с интересными людьми. Ну, вот во семью попали, и там тоже есть особенные вещи, потому что они дома не закрывают, да, это… Хочешь – заходи, хочешь – не заходи. Что поразило? Ну да, конечно, возможность от штатов, но в том городе, в котором мы жили, это небольшой город, четыре с половиной тысячи населения, город Маустон, такой фермерский поселок и фермерский туристический, там, большое направление в туризме, и вот фермерство. Да, действительно, само строение домов… Это одноэтажная Америка, там, где коттеджи, коттеджи, коттеджи. У них нету заборов, хорошие красивые лужайки, подстриженные, подстриженная трава, и действительно, они отучили… Ну, у меня была история, что я приехал в дом, открыл, там никого нету, позвал, никого нету, спустился, там, взял свой бумажник, из-за бумажника приезжал, ну, и полчаса ждал, пока кто-нибудь приедет. Они, о, привет, приехали, приехала моя семья, я говорю, о, привет, ты что приехал? Я говорю, да, вы что-то не закрывали? Да, мы что-то забыли, но иногда не закрываем. То есть, и такая тенденция у них, ну, и что, они не закрывают дома? Ну, это, видать, в маленьком городе, все в порядке, все в порядке, минимум преступности и прочее, прочее. Очень чистые лужайки. Что меня удивило, давайте конкретно. Что меня удивило? Меня удивило то, что я сам занимаюсь экологией, мне удивило, что, в принципе, я ходил эти 10 дней и не мог найти мусора на дорогах, на лужайках, там, возле рек, где-то. Просто идеальная чистота. И я начал когда-то задавать вопросы, как у вас так получилось, почему у вас так все идеально чистое. Ну, так было не всегда, у нас тоже была такая проблема, но мы решили ее решать через наших детей. Прямо все школы были закреплены за какими-то улицами, дорогами, лужайками и прочее, прочее, общественными местами. И школьники выходили от мала до велика и убирались. Ну, и тогда они потом и не мусорят, да? Да, и так было на протяжении нескольких лет. И потом эти дети влияли на своих родителей. То есть, во-первых, они то, что говорят, что мы убираемся, во-вторых, если потом, когда семья идет где-нибудь, и взрослый человек выбрасывает это, естественно, их ребенок говорит, что так не пойдет, но я убирался. И вот со временем, в протяжении 5 лет, этот вопрос им удалось решить. Отличный опыт для того, чтобы попробовать здесь, на местности. Что касается вот этот вопрос очень решенный. Я удивлялся, что вот так вот чисто и аккуратно все сделано. Очень сделано все с душой, как-то не говорю, нету там золотых львов, все аккуратненько, все скромно, но сделано качественно. Что касается бизнеса, как он развивается и на каких производствах вы побывали? Как это все устроено? Да, очень такая широкая была программа. Например, что меня удивило, там тоже очень развито самоуправление и волонтерство. Есть там такая программа у них в регионе. лидершипа называется, ну лидеров. То есть у них такая же, похожа была проблема в том, что малые поселки, малые села начинали затухать. И население оттуда выезжало, молодежь выезжало. И вот интересные истории, как они эти проблемы решали. Например, когда-то у них проходила железная дорога через весь штат и были маленькие станции. Эту железную дорогу закрылась, но она стала неинетабельной. ее закрыли. И самоуправление штата на местах решило эту дорогу демонтировать и сделать велодорогу. Велодорожку. И эти поселки стали сразу центрами туризма. И на примере одного поселка, называется он Спарта. Спарта? Да, то есть Спарта. Они там очень такие сильные люди. И у них на гербу как раз спартанец находится. Поселок был в угнетенном состоянии. Они открыли вот эту железную велодорогу. Велодорогу. И все равно велодорожка не проходила через их поселок, потому что ограничена была рекой. Они решили своим самоуправлением собрать деньги с волонтерами. Построили сами жители. Построили эти мосты. Завели себе. И сделали там супер фестиваль велосипедный. И теперь на этот фестиваль два раза в год съезжается около 100 тысяч велосипедистов. И как раз и все. И заработали качественно рестораны. Заработали качественно подделки. Все различные. Инфраструктура началась. Да. И фермеры начали поставлять, местные фермеры начали поставлять свои изделия. И делали там ярмарки. И это сразу повлияло на развитие этого поселка. Но опыт, который вы для себя подчеркнули, можно его применять здесь? Кустаная, Врудная. Безусловно. Конечно. Если адаптировать его под наши реалии, то можно. Также интересный опыт был. Как бы сейчас все вспомнить, чтобы ничего не забыть. Интересный опыт был, когда одна текстильная фабрика закрылась. И на базе текстильной фабрики они решили адаптировать и сделать бизнес-эккубатор, где они не платят на этой земле 7 лет налог на землю, на свой бизнес. И начали там развивать. Мы побывали на одном из производств, где молодые ребята делают кофе. Им нравилось кофе. Они скупают кофе по всему миру. Там марокканское, бразильское и прочее. Просто обжаривают и фасуют свои пакеты. Кофе называется Кикабу, как речка текет. И это стал у них такой продукт, бренд их штата. Кикабу. Да, 2-3 миллиона долларов у них оборот и позволяет им это вести. Это просто покупают за границей, завозят и обжаривают сами совсем немножечко по своему рецепту. И новый кофе получается. Да, да. А еще и яблоки вы говорили. Да, я жил, мне повезло, я жил в семье фермера Сета, который занимается производством яблоков. У него свой сад, выращивание яблок. У него свой сад, есть цех, где он эти яблоки собирает сразу, буквально через 30 метров призавозит цех, сортирует крупные яблоки, моет и отвозит тут же в свой магазин. А мелкие делают из них замечательный, лучший сидор, который я пил в своей жизни. А сидор это же не алкогольная педа? Сидор, да. В их понятии это сидор, это просто яблочный сок, но он не постерилизованный. То есть выжили и сразу дали? Да. И как раз он продавал свои яблоки и также объединил сеть фермеров малых, которые делают мыло, сыр, колбасу, какие-то прочие изделия. Закупил оптовые приправы, и такой получился целостный магазин. И туда все приезжают, и территория позволяет делать небольшие ярмарки, где можно на ярмарках стать кузнецом. Ну вот, качество яблок вас поразило, Максим? Качество яблок действительно поразило. Здесь я очень редко ем яблоки, повзрослел. Из-за болезней десен я редко рискую, потому что они жесткие, может быть не все такие вкусные. И я решил попробовать там, действительно яблоко меня поразило своей мягкостью, сочностью, таким ароматом долгим. И я просто не остановился, съел столько яблок, что давно столько не ем. До сих пор не ем их. Да, очень вкусные яблоки, действительно, меня поразило качество. Я увидел, что действительно сады, я думал, что яблони не могут приносить доход в бизнес, с которыми можно жить. И на примере вот Сета, вот этой американской семьи, я увидел, что действительно такие сады и могут приносить хороший доход в бизнесе. А люди-то отзывчивые? Как вас приняли, как встретили? Да, еще что поразило, безусловно, я такого большого опыта не имел раньше, общение с американцами. У них еще одна национальная такая черта, что они действительно очень приветливые, отзывчивые. Как у нас в Казахстане. Да, есть много схожего. Очень дружелюбные и приветливые. И, конечно, это тоже, так сказать, приятно удивило. Да, приятно удивило. Максим, ну вот вечный вопрос, тем более сейчас выборы в Америке на носу, я думаю, что он тоже задал вопрос, кто, Трамп или Хиллари Клинтон? Я такой вопрос тоже им задавал. Какое там настроение? Трамп или Клинтон. Настроение очень такое разное. Кому-то, кто-то болеет за Трампа, кто-то хочет голосовать за Трампа, кто-то за Клинтон, но никто не может точно сказать, кто будет Хиллари или Трамп. В Вашингтоне, говорят, хотели бы видеть Клинтон. В том штате, где я был, там болеют за Трампа. Ну, они там бизнесмены, скорее всего. И, естественно, никто не может сказать, если бы, говорит, мы знали, выборы, эти выборы отличаются там таким сильным ажиотажем, ввозом черного компромата. И это тоже не совсем нравится простым американцам. Они видят, что сегодняшняя политика не на то, что он лучший лидер или там хороший управленец, а на борьбе компроматов. Это их, ну, естественно, астражит, и им это не совсем нравится. Ну, хотят все видеть чистую, настоящую борьбу, да, честную, но не получается. Еще вопрос. Вы выступали же еще с семинаром, да, с выступлением про страну, про Казахстан, рассказывали здесь. Программа действительно затрагивала то, что мы еще знакомили о своей стране, рассказывали жителям, там, бизнесменам. Бешбарма готовили? Готовил? Да, в частности, мы, конечно, выступали с нашей презентацией в школе. Мы побывали и увидели систему образования их школы и выступили с презентацией о нашей стране и о своих личных презентациях, чем мы занимаемся. Очень хорошая такая беседа получилась. Школьникам понравилось, мне загорелись глаза, они хоть узнали, где находится наша страна, о чем мы думаем. Вы спросили, вы знаете страны Казахстана? Что у них страны? Нет, не знаю. Как есть, так есть. И они об этом сами прекрасно знают, что с географией у них плохо. Они примерно знают, где Америка есть, где Европа и где Китай. И вот эти все вещи точно не знают. Они об этом сами говорят, и с урони говорят, что с географией немножко в этом отношении у них плохо. Но благодаря таким встречам они узнают, что есть такая страна, что мы достаточно цивилизованы и умеем вести дела, бизнес, что мы надежные партнеры. Что касается исторических моментов, потому что есть очень много нюансов. Я буквально еще чуть-чуть вас займу, вы понимаете, что торопитесь, вам надо ехать обратно на семинары, у вас встречи, работы, отчеты. Чуть-чуть, давайте поговорим. Кто выиграл Вторую мировую войну? Естественно, мы знаем, что выиграл Советский Союз, советский народ. У них, наверное, другая позиция, что Соединенные Штаты внесли большой вклад. Здесь, честно, сложно сказать. Но они считают, что это американцы все-таки? Возможно. Хорошо. А первый человек в космосе? Первый человек в космосе, естественно, Гагарин. Они как считают? Ну, они, может быть, даже не задумывались. У них есть их герой Луи Амстронг. Который на Луну? Да. Многие считают, что… Все американцы могут просто задумываться об этом, а некоторые считают, что просто им некогда об этом думать. Да, у них есть более другие важные дела, тем более выбрана на всю скорость. Весь мир будет наблюдать, как же повернется ситуация в ближайшие недели. Максим, вы еще собираетесь туда ехать? Почему бы и нет? Я говорю, много вещей, те, которых я там увидел. Я думаю, что я сейчас буду применять в работе именно про организацию бизнеса, про волонтерство. Интересно, потому что они очень любят свое место, ну, в том месте, где они живут, и сами принимают активное участие в жизни своего поселка. У нас-то это невозможно. Ну, как, возможно? В крупных городах, ты пока до кемата достучишься. И у них очень развито именно социальное волонтерство, где бизнесмены, которые уже занимаются бизнесом, уже успешные, помогают молодым предпринимателям, молодым ребятам. Развиваться. Этот путь, да, поддерживают его знаниями своими, какими-то консультационными вещами, там, и, может быть, кредитами. Просто это целая такая хорошая культура, которую и нам нужно внедрять. Именно социальное волонтерство всех видов, ну, людей, не только молодежи, которые там... Я понял, да. У нас, как обычно, заработал много денег, все, ребята, сами барахтайтесь, я сам заработал, вы сами зарабатываете. Завтра там хоть трава не расти. Они думают стратегически на будущее. И вот в этом отношении нам нужно думать, что будет с нами в будущем. Например, один из там директоров промо-развитетопринимательства, он говорил, да, сегодня есть там проблема, что Китай там промышленно нас гораздо превосходит, забирает у нас всю сталь, там, забирает еще что-то там, все продукты, но мы идем на опережение, допустим, он забирает у нас всю сталь. А наши ученые там смогли сделать карбон специальный, который будет замещать эту сталь, или нам не нужна эта будет сталь, мы теперь пользуемся этим карбоном. Или там забирает там сою всю у нас. Мы научились там из пожитков этой соли делать протеины, и этот протеин мы теперь продаем по всему миру. Ну, например, такие вещи, которые не используют, то есть, делают, стараются двигаться там на шаг-два вперед, чтобы держать нос по ветру и вести дальше успешный бизнес. Там много интересных историй, вот интересных личностей, которые, ну, допустим, вот даже мой сет, он был полицейским копом, да, как я его называл. И он в какое-то время работал, и ему перестала нравиться работа, ему не хотелось этим заниматься, и вот его потянул на фермерство. И я тоже, может, думал заняться фермерством, но мне задаю вопрос, как ты устал? А ничего не нужно, нужно просто сказать один день, я хочу стать фермером и начать этим заниматься. А землю, опять же, угодие? Пошел, уволился, да, попросил у них там в какой-то вот этой, как раз, лидерской программе кредит ему оформить. Даже так? И он купил вот эту яблочную ферму и стал заниматься фермерством. Ну, успешно, все хорошо. Да, прекрасно себя чувствует. Конечно, нужно трудиться и трудиться. По-моему, ночью только спал я, даже я застал один раз, вышел на улицу подышать и увидел, что в помещении, в цехе горит свет, заглянул туда, а там Сэд делает сидр. То есть он даже ночью работает, чтобы утром был свежий сидр в магазине. То есть, безусловно, это тоже сложная работа, но его радует то, что он работает сам на себя, то есть он живет в экологически чистом регионе, живет в чистом регионе, и дети его едят экологически чистую продукцию, и он сам может руководить, сколько он будет зарабатывать. Классно. Ну, вы в восторге, я смотрю, да? Ну, как бы не совсем. Безусловно, это интересно, безусловно, это вообще другой мир. Как раз-таки поездки позволяют шире смотреть на мир. То есть и как раз те вопросы, которые у меня были, прямо вот в этой поездке решились вот именно по кооперации, там очень тоже сильная развита кооперация, где несколько фермеров объединяются и делают какой-то продукт, потом со временем строят свои магазинчики, и уже потом осело опять начинает развиваться, да? То есть больше становится рабочих мест. И как раз у нас сегодня начинается об этом говорить, что нужны кооперации фермерам. И вот как раз там уже опыт, который уже там есть, который уже работает. Это действительно интересно. А чем бы вы хотели бы заниматься? Каким видом сельскохозяйственной деятельности? У нас-то жительница хлеба, зерна. Ну, вообще, мне кажется, разные бывают моменты. Я, естественно, хочу производством каких-то, возможно, экологически чистых продуктов. Вот мне заинтересовало именно производство колбасы, сыра натурального, да? Да, без картона. Какие-то такие вещи там, возможно. Даже и те же яблоки, я увидел на примере, можно этим заниматься. То есть здесь еще, конечно… Ну, опять же, погодные условия. Лето-то короткое. Ну, да, возможно. Ну, в Казахстане, видите, сегодня вообще нигде, в принципе, мало где выращиваются яблоки. И вот это очень тоже интересно. Ну, и сыр, и там различные продукты. Очень много… Ну, если делать свое брендовое интересное… Органическое земледелие, думаю, интересное. Тем более, это вообще в Казахстане может быть хорошим трендом, потому что у нас много земли. И как раз у нас очень мало этого ГМО. И вот мы можем тоже стать хорошим брендом по органическому земледелию. Как раз это такая уже политика идет в Казахстане. Хорошо, Максим, большое спасибо, что пришли к нам, рассказали, поведали. И вы сейчас отправляетесь на семинар. То есть вас собрались сейчас, да, в Казахстане? Что вы там делаете? Руководители ресурсных центров? Сейчас мы, да, руководители ресурсных центров со всей области собрались, районов. Участвуют в школе государственной молодежной политики. У нас сейчас лекции ведет как раз НИЦ, молодежь. Приехали со стороны люди и рассказывают, как нам навести работу, куда нам идти и какая у нас сегодня молодежь. Вот. Ну, я думаю, что все у вас получится. Ваши пожелания всем телезрителям на день грядущий. Ну, и вообще так. А человека, который много чего сделал, много чего повидал. И впереди, уверен, будет очень много побед. Я думаю, нам всем нужно подумать о нашей мечте, подумать о своей мечте и, конечно, ее реализовать. То есть найти этот ключ и открывать свою мечту. И хотелось бы, чтобы каждый человек был счастлив, самореализован и занимался любимым делом. Остальное все приводится и прибудется. Вы счастливы? Я, безусловно, счастлив. Прекрасно. Сегодня у нас в гостях был руководитель ресурсного центра города Рудного Максим Фролов. Большое спасибо ему за беседу. Ну, а вы подумайте верно о мечте, реализуйте свои желания и у вас обязательно все получится. Наша программа продолжается. Всем доброго утра.